Тренды-бренды. Простые истории о непростых бизнесменах. В 2021 год он выиграл конкурс МВД и изготовил для пограничной охраны 200 трехламповых батарейных приемников. Сомнений не осталось и вовсе. Первое предприятие Александра, Апситис и Жуковскис, быстро разрасталось. В год оно выпускало около 3000 приемников и еще кучу принадлежностей для радио. Конечно, советское руководство внесло некоторые коррективы в работу завода. Во-первых, его национализировали, а во-вторых, убрали из названия фамилия и нарекли безликим радиотехника. Но, по иронии, именно под этим названием завод и стал известен на одной шестой части суши. Апситис, кстати, был назначен директором. Первые годы радиотехника выполняла армейские заказы по ремонту радио и оптического оборудования. Выпуск приемников возобновился лишь в 1944-м после освобождения Риги. Завод стал выпускать электромагнитные трансляционные динамики, трансформаторы и усилители для киноустановок. А в 1945 году в мастерской собрали первый опытный образец радиоприемника Рига. Через год уже был налажен массовый выпуск. В 1954-м на заводе создали первый в СССР конвейер для сборки приемников Рига-6 и Рига-10. Число в названии означало количество радиоламп. Дальше большим специалисты не уставали радовать новинками. В 60-х был освоен выпуск автомобильных приемников, потом появились радиолы симфония со стереофоническим воспроизведением звука. Ну а самые яркие года радиотехники пришлись на 80-е. Это уже было объединение с главным заводом имени Попова. По количеству произведенных радиоприемников на душу населения, Латвия в те годы в три раза опережала Японию. Впрочем, все изменил распад СССР. Рынок заполнил китайский ширпотреб, люди полакомились наброски. Дизайн и радиотехника начала один за одним снимать с производства магнитофонные приемники. В 92-м году производственные объединения расформировали, и старшему поколению осталось только вспоминать времена приемников «Рига» и проигрывателей «Мелодия». Историю для вас рассказывала Дарья Топузлиева. До новых брендов! Тренды-бренды. Не придуманы истории о вещах, на которые вы тратите свою зарплату. Би-би-би-баб!